серьезнейший вопрос я долго думал думал вот это бывает не дали спать а утром все знаю вопрос как вы считаете лучше для развития дерева технология раньше ранее посадки в марте в теплице косточек в контейнер закрытой корневой системы ставим это с последующей пересадкой в августе или же на пассивность или 50 литровый контейнер для зимовки заметьте посадка в контейнер сейчас покажу вот такие контейнеры а потом еще и 50 литровый мне это сразу же не понравилось смотрим дальше вот давайте простой пример допустим пересадка в августе или на постоянное место одно другое не исключает я всегда говорю лучше перезаржите весной вот если нет не прижимает никакие сроки весной раз теперь если закрыта корневая система вырастили посадили то есть второй вариант как двойное помещение в про маленькие контейнеры потом снова контейнеры но побольше исключаем и вот он мне присылает вот эти плицы смотрите внимание они растят сосну это их заработок это их реализация для лесовосстановления обратите внимание на размер я люблю такие примеры я люблю поворчать по повосхищаться давайте посмотрим на количество во первых вы все должны смотреть изучать во первых мне понравился сама форма правда ненадолго это все это самое дешевое устройство огромной теплицы сама дешевая до несущая конструкция пленка и все давайте так здесь они работают с выращиванием маленьких этих помните которые высаживаются они очень вот такие вот и видимо таких контейнеров хватает вот то есть если ограничиться просто типа одобрям не одобрям то контейнеры для сосен а их усаживание вот такие вот вот такие вот тогда все это годится а всех спрашивают годится а теплица для врача усаживаться сразу говорю я не вижу ни одной формулки я не вижу ни одного форточки не уж не говорю а помните сейчас современные там температура поднялась она открылась сама автоматом вот там у него какие-нибудь бывает эти бывает чистый автомат от температуры работает а бывает просто куда набивает в трубы какой-нибудь гели температура поднимается гели расширяется толкает эту самый стержень приподнимается и свежий воздух попадает ну понимаете просто вот а здесь ничего этого нет самый дешевый способ тогда зададим все вопрос раз этого нет этого нет сквозь не конец можно ли вот эти же первое использовать именно вот эти горшочки или нет я говорю нет вот тогда действительно как он хотел допустим в каждый горшочек сунет по косточке условием более теплым только успевает поливать и они больше сейчас зашли или все или почти все так молоды потом действительно это на большой горшок а надо ли это на это первое я считаю что если я отвечаю человек который мне железом задал вопрос надеюсь на мой ответ значит эти горшочки убираем и меняем на уже те самые которые он сказал какой там литраж 5-10 литровый контейнер допустим поменяли на 5-10 вот теперь когда не будут стоять 50 литровый контейнер и будет конечно 50 раз меньше но еще не все теперь посадили 50 литровый контейнер марте все прекрасно и скорее всего зайдут нормально вопрос возникает опять же от железова я не будучи я только раз видел живьем это в черепинске куда мне приглашали как авторитета вот нанимали на работу хотели нанять вот я только раз такое видел я видел десятки раз на множестве ведь многие же как мы сами врачи и показывают эти же горшочки не такие маленькие а вот уже вот такие вот и в них стоят саженцы или знаете огромное количество вот этих литровая вороскарас и вот эти вот литровые стаканчики из под кока-колу или там пиво вот и в них выращают такой примитив и держит все лето и я таких фотографий видел несколько десятков за свою жизнь что я видел к осени а устройство такое же не окон это стоит избушка как-то не окон не дверей забыл или это было это загадка полногорница людей не окон не двери короче получилась такая история значит к осени они больны это видно мне видно а им не не за это выставляет как рекламу вот смотрите мы выращиваем тысячи саженцев у нас прекрасно все они все лето они не испытывают не заморозка не не испытывают перепаду температур абсолютно арзерейные тепличные условия абсолютно и к осени не все еще и больны них не было солнца солнца все лето не было солнца они больны тогда что мы делаем мы и это исключаем мы исключаем выращивание хотя бы до осени по сути пересадка перевозка и так далее остается самое маленькое время от марта до апреля то есть мы можем у нас я заканчиваю свои советы у нас короткое сибирское лето так нам не хватает вегетационного периода для того чтобы они прошли все стать начинают косточки и вызрели к тому же не хватает помните я тоже бутылками накрывал месяц добавляя вот кстати притомники не один так и не перешел на мою технологию а зачем вот пожалуйста купите больные и вот получается следующее нужно чтобы хотя бы месяц когда посадим в апреле в марте вот в этот же питомник только заменим горшки сразу что потом не было второй перевалки тогда до апреля они должны проклюнуться и быстренько в апреле хватаем охапку и усаживаем открытие выбираем время обязательно это важно даже несмотря на то что этот массовый труд и после не сделаешь самово дождь чтобы было холодно и тогда вот с этими росточками месячными никаких выковыривания из горшков и посадка прям эти горшках уже стоят от шеи выкопаны на глубину горшков я не подготовил я по-моему печеный питомник помог но мне стыдно я уже сколько раз показывал и закопали за подлецом земли уже месяц здесь и месяц там но немножко еще усовершенствовать это же самый уже на второй год уже будут дырками все это покрытые эти самые вот это ненадолго вот эта пленка надо считался она долго не держится я мороза убивает только так ветер мороз тогда может быть там где они начнут лопаться хотя бы там делать уже промоуги какие-то форточки где-то чуть-чуть не сразу но понемножку совершенствовать вот это вот помещение вот и так все что нам бы пригодилось вот такое помещение только на один месяц тогда бы плюс с последующим высаживанием вот этих росточков вот сколько я объяснял для по-другому не могу пол полца осталось на разговорах а я все еще в начале